Семьер Сазаевых Семейство Расул Сазаев, участник войны в Афганистане, уже не верит обещаниям властей о выделении ему земельного участка на ровном месте. Он не верит и тому, что земельную проблему могут решить сходы и собрания сельчан и поэтому перестал посещать их. Вместо него на сход села 3 апреля пришла его мать Жангкес Сазаева. Мы не просим, ни помощи не просим, ни малоимущей не просим. Дайте нам на ровном месте землю, чтобы построить, чтобы мог у меня больной ребенок вскоре приезжать. В 2005 году в соответствии с законом о статусе и границах муниципальных образований Погоднобалкарской Республики поселок Белая Речка, как и ряд других поселков, был включен в состав городского округа Нальчи. При этом мнение жителей поселка никто не спрашивал. Поселок лишился депутатского корпуса, а стало быть возможности решать проблемы местных жителей. О необходимости восстановить статус селения Белая Речка, как самостоятельного муниципального образования, шла речь на сходе жителей села 3 апреля. В который год уже собираемся, без всяких преодвижений, без всяких смысла. Как мы что хотим? Хотим землю, чтобы вернули, статус, чтобы вернуться назад. Для чего вам земля? Как для чего? Сколько молодежи стоят, которые не могут негде жить, не могут жениться, не могут построиться. До каких пор это будет так длиться? Нас волнует, что нашу землю отдают в аренду другим, когда у нас на селе своих детей полно. У всех по 3, по 4, и все мальчики. Им всем жениться надо. Некоторые вообще даже не могут жениться, потому что нет жилья. Не могут дать участки, пусть дают квартиры тогда нашим детям. Мы статус села хотим вернуть. Лично за себя я говорю, у меня четверо мальчиков, и все живут, трое женаты, и живут по частным квартирам, потому что нет ни земли, ни квартиры. Есть закон. Первый закон о реабилитации репрессированного народа. Не выполнен. Второе. 131 закон о местном самоуправлении. Игнорируется в республиканском областях. Конкретно вас что волнует? Вот лично вас? Меня лично волнует мой народ. Он остается без земли. Проблема связана с землей. И на сегодняшний день эта проблема уже выходит за рамки того, что мы, старшие поколения, пытались как-то конструктивно, в законном русле постараться разрешить это. Это длится с 2005 года. Вы прекрасно знаете. Незаконные, скажем так, местные правовые акты, 12 и 13 республиканские законы, они Белую речку упразднили. Они Белую речку упразднили как муниципальное образование. Абсолютно не спросили мнения населения. Это противоречит 131 статье Конституции Российской Федерации. Нельзя было этого делать, минуя Конституцию. Они проигнорировали 11-13 статьи федерального закона номер 131 2003 года об основных принципах местного самоуправления. И вот в результате мы получили то, что получили. У нас сотни нуждающихся молодых людей, имеющих свои семьи, не имеющих не только своих сельхозноделов, не имеющих даже участка под жилищное строительство. Они не просят у страны обеспечить нас квартирами. Они говорят, дайте нам кусочек земли на своей территории, на своей земле, где могилы наших предков, где умирают наши старшие, где должны родиться наши будущие поколения. Дайте немножко земли на нашей собственной земле, чтобы мы сами могли строить. 3 апреля на сход жителей Белой речки представители власти не явились, хотя обещали. Сход разошелся, не приняв никакого решения.